друзья всем привет сейчас я нахожусь на одном из наших объектов на котором мы уже сделали работу мы делали утепление крыши камеру переворачиваем вот такая вот кровля это на самом деле такой полу мансардная полу чердачная крыша это вот это вот перекрытие оно скатное но там сверху есть пространство как чердачный хочу показать вам один момент вы постоянно спрашиваете меня про уплотнитель зачем мы его делаем везде хотя можно было просто подложить где вот у нас идет здесь вот видеть саморез до прикручивает прикручивается к обрешетке и соответственно в этом месте паразекционная пленка дырявится уплотнитель выполняет роль герметичности то есть когда мы прокрутили самаязом через уплотнитель и он его обжимает вот это место у нас герметичен туда уже пар не пойдет второй момент почему мы его делаем потому что вот этот уплотнитель он перекрывает скобы то есть у нас скобы тоже могут быть побольше поменьше вернее скобы могут делать побольше и поменьше отверстия соответственно вот это уплотнитель это все перекрывает и есть еще вот такой вот момент когда приходит отделочники или приходит электрики они могут прикручивать вот эти вот клеймера, которые держат ГАФРУ к пароизоляционной пленке. Вот здесь вот, видите, вот этот уплотнитель, он выполняет такую роль от дурака. Если бы этого уплотнителя не было, не факт, что они все вот эти вот клеймера прикручивали бы к доске, в некоторых местах они могли бы ее прикручивать к пароизоляционной пленке. То есть такое часто я видел. Соответственно, в некоторых местах, даже вот в этой комнате мы видим, что вот электрики прикручивают вот эту вот ГАФРУ к уплотнителю. Таким образом у нас получается пароизоляционная пленка полностью герметична. Все у нас приклеено. Ну, тут уже штукатурка заведена. Точно я не знаю, каким образом они делали. Может быть, сетку делали на пароизоляцию. Но здесь вот у нас место герметичное. Все стыки у нас пароизоляционной пленки тоже проклеены. Ленты Дельта Мультибанд. Уже туда тоже парни будут попадать. И скобы, вот эти вот кремера, не знаю, как их правильно нажать, в которые вставляется гофра, вот они прикручены частично к уплотнителю. Сейчас здесь недавно сделали стяжку, вот залили. Там вот стоят обогреватели. Вот штукатурили стены. Наша пароизоляционная пленка прекрасно это все выдержала. Никаких проблем с кровлей нет. Также заказчик, ну, попросил, чтобы я его не снимал. Сказал, что на крыше не было никаких сосулек. То есть утеплили крышу, мы хорошо. Здесь нейраловатное утеплитель, 60-ая раскатная кровля, тушиной 25 мм. Вот, 250 мм. И пароизоляционная пленка Дельта Рефлекс, которая герметично везде проклеивается. Такой вот у нас результат получился клиент. Утепление довольно. И наша система, которую мы постоянно делаем, выдержала такое критическое условие, когда зимой заливается стяжка и делается влажная работа, типа вот этой вот штукатурки. Такой вот небольшой ролик. Хотел показать, как прозимовала наша крыша. Некоторые нюансы вам рассказал. Если есть какие-то вопросы, пишите. А так самое главное, берегите себя и всем мира. Добра и мира. Все, пока.